Давайте скажем славу нашему Господу Иисусу Христу. Сегодня у нас праздничное служение, поэтому мне бы хотелось во всех поздравить. Это для нас, как уже мы и в пятницу, или в четверг говорили, что это для нас особенный день, особенный праздник, сошествие Духа Святого, называют еще день рождения Церкви. У нас вот после брака вот это вот, наряды остались, вот эти вот, как бы вот эта вот праздничная атмосфера у нас здесь, я думаю. Но самое главное, чтобы в сердцах у нас был этот праздник сегодня, потому что Дух Святой, Он однажды пришел в наше сердце. И Он поселился там, и Он нам помогает идти по этой жизни, и Он дает нам и радость, и дает много-много-много того, без чего бы нам было очень сложно с вами на этой земле. Но Дух Святой, Он с нами, Иисус Христос, Он с нами, и Бог Отец, Он для нас приготовил великое место, так, где мы все с вами соберемся, где мы будем вместе с Ним, с Иисусом Христом нашим, с тем, кто пролил кровь святую за нас, который искупил нас с вами, который подарил нам такую будущность, такую надежду. Мы за все за это с вами должны быть благодарны нашему Господу, от сердца всегда Его благодарить. И сегодня мы будем, я думаю, и братья будут сегодня проповедовать о Духе Святом, и петь мы сегодня будем прославлять Духа Святого, и группы, которые будут сегодня петь, тоже все это будет о Духе Святом, чтобы мы с вами еще и еще прославили нашего Господа, Бога Отца, Сына и Святого Духа. И перед тем, как мы будем с вами молиться и призывать Божье благословение на это собрание, на наши сердца, потому что очень важно, чтобы Дух Святой, Он сегодня наши сердца вдохновил к этому служению. Мы сегодня не просто с вами так вот по обыкновению, по уму собрались, но чтобы действительно сегодня наше сердце, оно сегодня горело, горело в молитве, горело в этом поклонении пред нашим Господом. Я буду читать эта книга «Деяния апостолов». Обычно читается вторая глава, я хотел бы с первой главы начать прочитать, еще до того, как Иисус Христос, Он вознесся, слова, которые Он сказал своим ученикам с 4 стиха. Книга «Деяния апостолов», первая глава, 4 стих, с 4 стиха. «И собрав их, то есть апостолов, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не все ли время Господи восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». И далее Он начал возноситься пред глазами их. И мы с вами видим, что у учеников, у них было свое понимание вот этого момента, когда Иисус сказал им, что вы будете крещены Духом Святым. И они думали, что это произойдет что-то видимое, что-то как-то в их жизни восстановится, что, может быть, уже не будет римского рабства этого, что, может быть, там зарплату поднимут им, или, может быть, там политически что-то изменится, или болеть перестанут. Но Иисус Христос им сказал, что не это главное, но главное то, что вы примете силу. И сегодня Иисус Христос, Он те же слова и нам с вами говорит, что вы примете и уже приняли эту силу. Поэтому для нас с вами очень важно исполняться Духом Святым, искать этой Божьей благодати, убирать все препятствия и преграды, которые есть в наших сердцах, чтобы нам соединяться с Ним, чтобы нам действительно, проходя этот жизненный путь, нам с вами иметь эту силу, иметь эту силу, чтобы свидетельствовать, получать эти утешения от Духа Святого, который утешитель, чтобы нам с вами получать эту мудрость от Господа. Написано даже, что Он будет вам и будущее открывать, вот, такая и сила в Духе Святом. Это не просто сила, но это личность, личность, личность Божества. Мы сейчас с вами склонимся пред Господом, прославим Его на этом месте, чтобы Он благословил наше служение. Аминь. Наше собрание. Единый с Богом, Дух Святой, Единый с Божьим Сыном, Наш Утешитель, Мы с тобой в спасении едины. Дух вездесущий, Дух Творец, Всеведущий от века, Как повелел Святой Отец, Ты служишь человеком, Нам говоришь и учишь нас, И в горе утешаешь. Ты в сердце у меня сейчас Живешь и вдохновляешь, Приносишь радость и любовь, Даешь покой духовный, Освобождаешь из оков И правишь путь неровный. Ты оскорбляешься порой И терпишь противление, Даешь нам мудрость, Дух Святой, И во Христе спасение. Просите Духа, Даст Отец, По просьбе даст без меры, Примите святость для сердец Святой духовной веры И силу Божию приняв, Спасение возвещаете Свой Дух Святым, День ото дня Для жизни наполняете, Он на полях Святой войны За нас идет сражаться. Наш Бог есть Дух, Ему должны лишь в Духе поклоняться. Когда в Библии сердцем читаю Откровения благие твои, Я тебя, Дух Святой, призываю, Объясни, Дух Святой, Объясни, И становится истина света И пророчества Божьи ясны. Только ты, Дух Святой, Можешь это, О посланник небесной страны. Ты, как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, Я, объяда тобой и согрета, Утешитель ты мой. Когда люди, живущие в спешке, Отвергают призывы твои, Я бросают в лицо мне насмешки, Я прошу Дух Святой защити. И могу я стоять под ветрами, Не сгибаясь от злобы людской, Я твоими хранима руками, О защитник невидимый мой. Ты, как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, Я, объяда тобой и согрета, Утешитель ты мой. И случается в жизни встречаю, Те, кто просит меня, говори, Слово Божие для них открываю, Я прошу Дух Святой умудри. И польются живою рекою В водопады Господней любви. И ликую я вместе с тобою, Говори, Дух Святой, говори. Ты, как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, Я, объяда тобой и согрета, Утешитель ты мой. Я, оба я, оба я. Я, оба я, оба я, Дух Святой, Я, оба я, оба я И, как воно вот это, Я. Не оставь меня в день бедствия, Дух святой, защитник мой. Жизнью жить хочу победною, Каждый день и час земной. Не покидай меня ни днём, ни ночью, Хочу с тобою выдышать тобой. Ты пастырь мой, ты милостей источник, Судьбы моей, воятель, Дух святой. Не оставь меня в страдании, Утешительный святой. А твоими знаю, гладями, Без опасности покой. Не покидай меня ни днём, ни ночью, Хочу с тобою выдышать тобой. Ты пастырь мой, ты милостей источник, Судьбы моей, воятель, Дух святой. Судьбы мой, ты милостей источник, Не оставь их благоденствий, Дух святой. Прошу тебя, чтоб трудиться мог, Я ревностей источник, Я ревностна, слово истины любя. Не покидай меня ни днём, ни ночью, Хочу с тобою выдышать тобой. Ты пастырь мой, ты милостей источник, Судьбы моей, воятель, Дух святой. Хочу с тобою выдышать тобой. И ныне, и вечно, и во веки веков, Во веки веков, аминь. Судьбы мой, ты милостей источник, Бессмертный и пищевший Спасение, спасение нашего Роди Мирно, прессмертно, Силосмертно, молодец, На Духе Святого Мирно, Мирно, Девы Марии Было уничтен и ослеем Вечниками Расплядно, где стель И в Слово Сын вашей Смертью смерть обрадов И сердце обриснуется Расправляем мы Админь, 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 А Все они единодушно были вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждого из них, и наполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». И дальше мы понимаем, что собралось множество народа, и некоторые, написано в 11 стихов, критяне и арвитяне, слышавшие их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих, и изумлялись и, неудумевая, говорили друг другу, что это значит, а иные насмехались, говорили, а они напились сладкого вина. Вы знаете, я вспоминаю, как первый раз я пришел в церковь, и для меня было удивительно, когда стали молиться, и я, как все неверующие люди, когда им приходят в церковь, меня попросили сюда наперед пройти, я говорю, нет, только не туда, и где-то на задних рядах сел, думал, спрячусь. Обычно неверующего человека мы сразу видим, пришел первый раз, ну, а я там где-то затерялся. Для меня было удивительно, когда начали молиться. Я сейчас не помню, но первый раз стояла сестра какая-то, и мне нравятся восточные наречия, особенно вот итальянский язык, вот такие языки, когда просто говорят, я слушаю, не знаю, почему это, с детства такое у меня. И вот представьте, сестра на итальянском языке начала молиться. Я рядом с ней, она так стояла впереди меня, и она молится, а мне встает так хорошо, мне покой приходит. Я раз поближе к ней, вот так ухо, она смотрит, что я ближе к ней, она раз тише. Я еще ближе, она еще тише. Я еще ближе, она совсем замолчала. Я думаю, ну вот, мне так, ну, как бы, когда она начала молиться, мне так спокойно, мир пришел такой. Мне так хорошо стало, думаю, что это такое? А сестры, которые меня привели в церковь, они, знаете, бывает подспудно какой-то страх, и они меня спрашивают, ты испугался? Я такой в недоумении на них, чему? Чего пугаться-то? Чего мне? Кто-то кричал на меня или там ругали меня? Знаете, на второй раз так же пришел, уже брат стоит, представьте. То же самое происходит, тоже начал молиться, и тоже восточный язык какой-то. Я обратно к нему, да, он увидел, что я к нему раз замолчал, сразу замолчал. А вот знаете, и как, знаете, как обрезал, думаю, ну что же они такие, хочешь послушать, чтобы тебе хорошо стало? А он раз и замолчал. И я не понимал, что это такое. Да мы все, когда приходим к Богу, порой что-то не понимаем, особенно его божественный язык, когда он хочет с нами говорить или беседовать. Но я получил свидетельство духу моему, что мне становится хорошо, когда молятся, верующие люди молятся, и мне становится хорошо. Хорошо. И знаете, и пришла мысль такая, я с ней согласился, и сам себе внутри сказал, похожу-ка я сюда и понаблюдаю, что здесь происходит. Я помню, первый, второй раз, потом месяц, и через два месяца только мне сестры объяснили, что это было, это обещанное, как в Слове Божьем сказано еще в пророке Уиле, Господь говорил, что будет на свой народ изливать свой божественный дух. И знаете, когда я начал ходить в церковь, я с первых, наверное, дней решил тоже молиться за крещение Духом Святым. Но каково было мое удивление, позже меня сестра покаялась, буквально через два дня ее Бог крестит Духом Святым. Я говорю, у тебя как Бог крестил Духом Святым? Она рассказывает, говорит, я взяла список грехов, зашла в комнату, перед Богом перечисляю всех, говорю, последний меня Бог крестит Духом Святым. Я беру этот список в комнату, знаете, не знаю почему, и перечислял, перечислял, последний называю, меня Бог не крестит Духом Святым. Думаю, не сработало. И вот, знаете, одну, вторую сестру рядом со мной, третью, с техникума пошло пробуждение. Думаю, когда же мне крестит Бог Духом Святым? Ну вот, какая-то преграда была. И вы знаете, что интересное, потом я когда уже на протяжении, наверное, не знаю, когда ходил уже в церковь, мне Бог потом показал, что за преграда у меня была. Но мне хотелось бы сегодня обратиться к такому месту Священного Писания и говорить. Это Евангелие от Луки 11 глава, 9 стих сказано так. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий и находит, стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то более отец небесный даст вам Духа Святого, просящим у него». Вот это место Священного Писания для меня было всегда парадоксальным. Знаете, оно было противоестественным для моего сердца, потому что, если говорить откровенно, у меня в жизни не было отца. И если я видел, что воспитательница у нас злая, я старался побыстрее, побыстрее почему-то от нее убежать, чтобы мне не попало ни скакалкой там, ни тапком, или что у нее там под руку попадется. И когда я читал Священное Писание, я не понимал, почему так происходит, пока сам отцом не стал. И я понял, что это природа отца, даже если он злой, и ребенок подходит к нему и просто скажет. Я помню, не знаю, что у меня дети натворили, но дочка подошла и так смотрит на меня, и так что-то спрашивает. И куда весь вот этот, знаете, запал ушел, куда это все потерялось. А я, когда пришел к Богу, читая это место Священного Писания, мне братья наставляют и говорят, надо просить, просить у Бога, чтобы Он тебе дал Дух Святой. И я читаю это место Священного Писания, знаете, и почему-то у меня вот разум говорит одно, сердце говорит совершенно другое. Я потому что переживал много раз, когда человек злой, надо наоборот от него убежать. Или, когда ты сделал что-то такое, когда воспитательница становится злая, надо быстро убежать. Потому что последствия того, оно будет проявляться не в доброте, а тебя накажут. Но когда я стал отцом, я стал понимать, понимать. И в те моменты, в те моменты, когда мне братья объясняли, когда братья объясняли, для меня было это непонятно. Мне было чуждо, противоестественно. Я просил Божьего Духа, а не получалось. Я искал вот эти методы, и у сестры спрошу, как тебя Бог крестил Духом Святым? Давайте подражать. Те же методы не получается. И не получалось до одного момента. До одного момента. Я помню, это было молодежное собрание, и молились, и молитва около часа была. И служитель молодежной спрашивает, кому было тяжело молиться? И на меня смотрит, я среди них один был некрещенным Духом Святым. И он сказал, ну я понимаю, те, кто некрещен их Духом Святым, тем тяжело молиться. А я ему говорю, у меня молитва была, как 10 минут. И он раз такой внимательно на меня посмотрел, и после собрания Женя Неконоров ко мне подходит и говорит, Дима, поздравляю, тебя Бог крестил Духом Святым. Я такой на него посмотрел, и так говорю, нет, меня Бог не крестил Духом Святым. И он смотрит на меня, да крестил, я говорю, нет, не крестил. И вы знаете, произошло то, что я открыл свое сердце. Знаете, как дети не глядят, вот я просто смотрю, когда дети видят даже, что отец злой, они бегут, папа, дай, и папа раз отвлекся, он уже, и что ты хочешь, раз, и смотрю, и он уже с ребенком, что ты хочешь, и готов ему последнее отдать, что у него есть. Я наблюдал часто такое, что буквально меняются расположения отца к детям, даже если он злой, и что-то ребенку надо, что-то он у него благое просит. Я смотрю, раз поменялось отношение к ребенку, и он готов последнее отдать. И так же я смотрел в своей жизни, когда я открыл свое сердце, и я понял, что Бог имеет отношение со мной, как с сыном. И Божественный Дух Он дает для того, чтобы меня усыновить, чтобы не было вот этих, знаете, преград. Мы в жизни столько через грех, столько у нас преград становится с Бога, что когда приходим к Богу, Бог для нас непонятие. Для меня было Он непонятие. Я ни разу не слышал о Нем. Но когда Божий Дух в сердце мое сошел, вы знаете, мне легко стало с Богом беседовать. Я молился уже, я раньше молился, думаю, ну о чем можно молиться? Вот Он, крещенный Духом Святым, рядом со мной стоит, и у меня всегда мысль была, ну сколько можно говорить Богу? Ну сказал пять слов там, что у тебя там тяжело, два предложения. Ну чего они часами молятся? Вот так у меня такое состояние. Представьте, у меня год Бог не крестил Духом Святым, и у меня эта проблема всегда была. Думаю, рядом кто-то молится. Думаю, ну сколько можно Богу говорить? Пока, знаете, в послании к римлянам говорятся такие слова. Потому что вы приняли, потому что вы не приняли Дух рабства, чтобы опять жить в страхе. Вы приняли Дух усыновление, которым взываемого очи сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот знаете, подспудно вот этот страх, когда я крещен, стал Духом Святым, он отошел. Я знал, что в детстве, если я напакочу, и меня сразу будут бить или наказывать. И вот подспудно вот этот страх, я его, знаете, как с кровью, говорят, впитался. И когда я к Богу приходил, вот этот страх обычно, что ты приходишь к Богу, где-то согрешил, и страх вот этот сердце давлеет. Но когда я был крещен Духом Святым, то Дух Святой свидетельствовал уже мне в сердце, что я Сын Божий. А свидетельствовал он тем же, что он приходил и давал мне свой мир, свой покой. И я всегда удивлялся, знаете, когда я молился Духом Святым, ожидая благодати Божией. И в послании Гала, там есть такое место, священного писания, что мы Духом ожидаем и надеемся праведности по вере. И когда Бог ко мне в сердце приходил с оправданием, это высшее всегда было моё понимание. Я приходил, я понимал, что по своим поступкам я должен нести наказание. И страх этого наказания всегда присутствовал в моём сердце. Но когда приходил Божий Дух в моём сердце, куда что девалось. Я смотрел в мир, покой, и я понимал, приходила праведность Божия, когда не я перед Богом себя старался оправдать, но Бог со своим Духом Святым приходил и свидетельствовал мне, что Он пришёл как оправдывающий, пришёл как любящий, пришёл как заботливый отец. И я смотрел, сердце моё менялось, и начинались взаимоотношения, как отца с сыном. Пропадал страх, пропадали вот эти все преграды, сердце становилось открытым. И я спокойно молился, и молился так, что получал помощь, мир, радость в Духе Святом. И я понимал, что Бог за меня. Когда я к Нему приходил, Бог за меня. И мне сегодня хотелось бы также молиться за нас, с вами, что Бог приходит со своим Божественным Духом, чтобы убрать нам в сердце все преграды, какие есть. Разумом это не понять. Но когда приходит мир Божий, когда приходит покой Божий, радость Божия в сердце, и Дух Божий тебе и мне свидетельствует, что мы дети Божии, всё уходит, и страх уходит, и недопонимание Бога уходит. И знаете, бывает, Бог учит, мы не понимаем. Мне всегда страх вот этого наказания давлел надо мной, пока я один в своей жизни урок не получил. Мне было, наверное, семь годиков, я вспомнил это через 20 лет. Почему я забыл, не знаю. Память, наверное, детская такая. У нас была воспитательница, она сильно была злая. Мне Бог почему-то потом этот пример показал. Сильно злая. Мы её не любили. Ну, в детском доме, когда мне было 5 лет, я был такой шкодливый, и меня наказывали. И наказывали так, брали, ложили на панцирную сетку и накрывали матрасом. И до того, да наказывали, что я привык спать на панцирной сетке. Отбой. Я ложился на матрас. А когда воспитательница уходила, я матрас поднимал раз под панцирную сетку. И вот это, когда я в детский дом другой перешёл, вот эта воспитательница, которая была злая, она один раз приходит утром, Панова нету на кровати. Она спрашивает, а где Панов? А он говорит, а он под матрасом на панцирной сетке. Она раз точно. А что это с ним? Ей наши дети рассказали. И знаете, что мое удивление? Потом, через года я приехал, потом, через 20 лет я в гости пришёл. В гости пришёл. Она, когда я засыпал на матрасе, она уходила. И уходила в другую комнату и ждала. я раз на панцирную сетку и спать. Я только уснул. Она заходила, аккуратно приподнимала матрас, вытаскивала меня и ложила на матрас. На матрас. Всё. И где-то продолжалось, не знаю, месяца два или три. И она вернула меня в естественное, как я должен отдыхать, на кровати, в естественное положение. Вы знаете, детский ум не понимает, что такое, как бы, я видел, что она сурово порой она к нам была, кричала. А через 20 лет приехал её, обнял, плакал. И только через 20 лет понял, как она нас любила. Мы приходим к Богу со своими проблемами в сердце. И порой разум нам не даёт понять, как же Бог нас любит. Все эти страхи, страхи греха, страхи подспудного наказания. Но единственное, что нам даст понять, как Бог нас любит, это присутствие Божьего Духа в сердце. Когда все преграды уходят, когда приходит мир Божий, который превыше всякого ума, умом ты не можешь понять Божью любовь. Когда сердце плавится от Божьей любви, я помню, когда Бог коснулся меня Божьей любовью в моем сердце, я ревую остановиться не могу. А сам внутри говорю, Дима, ты что так? Ты что? Ты годами не плакал, тебе плакать-то заставить трудно. А Бог пришел. И вот то, что у меня в сердце годами копилось, вот эти какие-то, знаете, зло, какое-то отчаяние. Ко мне, я помню, Вадим подошел, что-то хотел со мной поговорить, знаете, откровенно. Я, ну, как этот, как волчонок, как рысился, так. Он аж отскочил от меня. Все, все, я все, так. И он, я помню, год ко мне не подходил. А через год мы что-то с ними так разговорились, я сердце открыл. И смотрю, брат Вадим радостный стоит. Вы знаете, радуется из-за того, что сердце меняется. При действии Божьего Духа уходит вот это, что тебе грех вселил, что он тебе сотворил в сердце. Все страхи, все отчаяния, все непонимания уходят. И Бог нам свидетельствует Духом Святым, что мы дети Божьи. И он хочет, чтобы наши взаимоотношения были как с Отцом, открытые, любящие. И если мы даже Бога не понимаем, разумом не понимаем, для этого нам дан Божий Дух, чтобы мы молясь получали внутри себя свидетельство, что мы дети Божьи. И все преграды рушились, убирались из нашего сердца, из нашей жизни. Мне сегодня хотелось бы молиться. Знаете, уже за Богом иду, и до сих пор его любовь не могу понять. И часто говорю, хорошо, что ты Бог, а не человек. Хорошо, что ты Бог, но не человек. И Бог каждый раз, когда особо касается сердце, каждый раз открывает свою частичку Божьей любви. И для меня это радостно, для меня это, знаете, ценно. И мне хотелось бы сегодня молиться так же, чтобы мы были детьми Божьими, чтобы Божий Дух свидетельствовал Духу нашему, что Он приходит не для того, чтобы, знаете, наказать, чтобы страх был в нашем сердце, нет, чтобы был мир, покой и радость, уверенность в Боге. Аминь. Будем молиться. Я узнаю тебя по улыбке твоей, по улыбке среди суеты, по открытым глазам незнакомых людей, с кем захочется сразу на ты. Я узнаю тебя по забытой мечтам и, зажмурившись в них, упаду. Я узнаю тебя по заветным словам, что у сердца в подкладке найду. Я узнаю стихи из прочитанных глав в водопаде и шуме дождя. Я узнаю, что тысячу раз был неправ, но сражался и верил в тебя. Я узнаю беду, что прошла стороной, что стряслась, но досталась тебе. я увижу себя или что было мной и что снова осталось во мне. Я узнаю, что сердце мое не в груди, а у горла и просится ввысь. Я узнаю тебя, только ты помоги и ему за меня помолись. Ученики Христа молились, на них дары Творца излились благословенную рекой, благословенную рекой, как будто ветер голосистый, на них спустился Божий дым. Огонь небес, огонь речистый, через их кустах палился слух, через их кустах палился слух. И как великие пророки они держали людям речь и обличали их пороки, чтоб покаянью их привлечь, чтоб покаянью их привлечь. С тех пор Дух Божий для Вселенной открыл источник вечных сил. Он возрождает дух смиренный, чтоб он для Бога вечно жил, чтоб он для Бога вечно жил. Он души верных освящает и водит жизненным путем. За них он битву совершает и торжествует над врагом. И торжествует над врагом. для всех Дух Божий одинако, для пользы всех по такеям. Им жили Петр и Ан и Акад, и для тебя, мой друг, он дан. он для тебя, мой друг, он дан. Где Дух Господень, там свобода, там в сердце нет, лукавства лжи. чьи, 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 не станет забота, там удивительная жизнь, там удивительная жизнь, там удивительная жизнь. Ее дает Господь спасенный, помытым кровью Христа. от власть из нам восхожденным, принявшим духом благодать, принявшим духом благодать. Где Дух Господень, там свобода, там в сердце нет лукавства лжи. чрезмерный место нет забота, там удивительная жизнь, там удивительная жизнь, там удивительная жизнь. А если в сердце зависть ссоры, печаль мирская суета, а с ближним жгучие раздоры, там нет свободы, нет Христа. христа, там нет свободы, нет Христа, где Дух Господень, там свобода, там сердце нет лукавства лжи. чрезмерный место нет забота, там удивительная жизнь, там удивительная жизнь, там удивительная жизнь. Деду Господень, там свобода, там нет обиды, горьких слез, там нет бесчинного господства, где царствует Иисус Христос, там царствует Иисус Христос, где Дух Господень, там свобода, там сердце нет лукавства лжи, чрезмерный место нет забота, там удивительная жизнь, там удивительная жизнь, там удивительная жизнь. Я скажу славу нашему Господу, что мы на этом месте и можем прославить Господа нашего Иисуса Христа. И я еще раз хочу вас поздравить с этим праздником зашествие Духа Святого. Сегодня также Бог действует, и пока еще время благоприятное, Он трудится в сердцах, Он ищет такие сердца, которые желают обратиться к Нему. И в своей жизни, когда я уверовал, как я вам говорил 26 лет назад, я пришел вот на это место, и когда я уже стал, мои родственники узнали, вы знаете, у нас произошло разделение. Они свою сторону приняли позицию, я свою. Я еще не уверен был, и мне трудно было как-то защищаться и доносить эту истину. Со временем Бог как бы начал учить, да. Но в то время, когда я уверовал, у нас было разделение между моими близкими людьми. Это братья, сестры, мама моя. И мне было трудно с этим понять это и согласиться с этим, потому что мы самые близкие люди, и вдруг непонимание какое-то. Я и так думал, и так думал, может быть, я что-то плохое выбрал. Да нет, это мне здесь понравилось. Мне хотелось вот это все иметь, что имели эти люди, которые сюда приходили. Мне нравилось, как они молились, как вот Дима рассказывал. Мне тоже хотелось. И у меня была задача, как бы я так думал. Вот они, когда молятся, они куда-то погружаются, куда-то уходят. Думаю, а почему я не могу в это войти-то? У меня как закрыто. Я был поражен, думал, но есть же какой-то мир. У меня был этот вопрос. Могу ли я в этот мир войти? И чувствую, что уже близко вроде бы, но как войти туда? Бога. И только когда я был здесь, Александр Андреевич, он призвал, говорит, у нас нужды, помолимся, обратимся к нашему Небесному Отцу. Первый раз я сказал, назвал Бога Отцом. Я решил помолиться. Я там с краешку стоял в конце и решил обратиться. У меня столько нужд было, одни проблемы. Я вообще не понимал, для чего я живу. И когда я назвал Его Отцом, вы знаете, вот это все случилось. Здесь пришла вера и изменилась моя жизнь. Я хочу вам прочитать место Священного Писания, которое нам говорит об этом. Это Евангелие от Луки, 12 глава. Я хочу прочитать 49 стиха. Иисус говорит такие слова. Огонь пришел я низвести на землю. И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. И когда Христос говорил, что огонь пришел ввести на землю, это очищающий огонь Духа Святого, который и сегодня изливается в сердца наши Духом Святым, чтобы очистить наши грешные души. Когда Он говорил о крещении, мы знаем, что крещение – это погружение в смерть. Мы знаем, что воскреснуть к новой жизни. Христос предупреждал. Он для этого и пришел. Он пришел пострадать на этом Голгофском кресте ради нас с вами, чтобы нас с вами изменить, чтобы отделить нас. А вот что лучше, это уже понять сразу может быть сложно, и мы пытаемся это понять, и сегодня Бог нам это показывает. И, однако, человечество разделилось. И когда Христос проповедовал Слово Божье… Я читаю Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стиха. «Сие сказал я вам, находясь с вами, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». И вы знаете, здесь нет никакого противоречия, когда говорят люди, ведь Он же принес мир. Но смотрите, здесь написано в 51 стихе «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле?» Вопрос. «Нет, говорю вам, но разделение». Мы забываем, что меч ассоциируется с Словом Божьим, это со Словом. И братья, бывает, говорят, вы осторожней со Словом обращайтесь. И мы знаем, что Слово, оно действительно может ранить человека. Но мы видим, что Иисус Христос, Который принес живое Слово, оно действительно действует. И, я бы сказал, оно возвращает нас к жизни, к настоящей жизни. И поэтому Он говорит, не мир, но меч, разделение. Отношение с Духом Святым – это наше отношение с прославленным Иисусом Христом, Который сегодня отеснует Отца. Он умолил Отца, и Он послал Духа Святого для искупления удела Его. И мы сегодня с вами имеем место на небесах. Эти обетования дал Он своим детям, которые уверовали, обратились к Нему и стали Его детьми. Слава нашему Господу! Мы ждем такое время. Но прежде, чем понять вот это, то, что говорил Иисус, я хочу вам еще провести пример из Деяния пятой главы. Вас заинтересуют эти стихи, я думаю. Пятая глава, 30-го, я даже 29-го прочитаю. Деяния апостолов. Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницей Своей и начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов, свидетелями всем мы и Дух Святой, которого Бог дал, повинующийся Ему. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Смотрите, как ситуация знакомая. Уже апостолы потом проповедовали Слово Божие, живое и действенное, и оно разделяло. Смотрите, 31-й стих говорит, это самая лучшая благая вещь, все, что нужно для человека. Это самое лучшее. Бог предлагает сегодня принять веру Иисуса Христа, как канца, чистого и непорочного, за наши с вами грехи. Он ступился за нас, чтобы мы не были наказаны, чтобы гнев Божий на нас не излился. Он взял на себя это все. Но 33-й стих совсем отличается от 32-го. Слыша это, они разрывались от гнева. Ну что гневаться? Предлагают лучшее. Иисус принес самое лучшее, что нужно для человека. Благая вещь, добрая вещь. А почему злятся? Почему родственники нашим отворачиваются? Почему они не принимают? Почему происходит такое разделение? А то, что я прочитал вначале, он принес меч. Слово Божье, туда, куда попадает благая вещь, может произойти разделение. Слава нашему Господу, что сегодня мы с вами имеем это слово. Живое христианство, оно всегда вызывает противодействие. И всякий желающий жизнь благочестива будет гоним. Многим это не нравится. Вчера была свадьба, я усмотрел, и многие плакали, переживали. Все так близко, все по-семейному. И я так думаю, какое-то великое счастье. Я думаю, до конца, может быть, даже я не понимаю, что то, что Бог в нашей жизни делает. Ведь мы с вами совсем другие люди. У нас даже по-другому отношение. Мы по-другому видим, по-другому ходим. Это делает все Дух Святой сегодня. Как можно оценить эту заслугу Духа Святого? Ну как можно оценить? Чем можно измерить? Да ничем ты его не измеришь. Нужно научиться это принимать. Нужно научиться быть благодарным то, что Бог сегодня делает в наших семьях, в наших сердцах. Слава нашему Господу! Иисус предупреждал об этом. Мы должны эти вещи понимать, что все равно будет разделение. Один принимает, другой не принимает. Мы молимся за наших близких. Мы хотим, чтобы они тоже обратились, чтобы они жили этим словом. «Итак, станьте и припоясывши чресла вашей истины». Бог предупреждает. Те 120 человек, которые молились, чтобы Дух Святой сошел, то, что Иисус обещал им, они были под страхом, они были в разных местах. Но смотрите, они повиновались Слову. Они вернулись в Иерусалим. И они ждали обещанного. И Бог послал в Духу Святого. И это чудо совершилось. Оно совершается сегодня. Тот, кто желает. Я вспоминаю свое крещение. Это удивительное событие, когда я даже благодарен Богу за это. За то, что я был дома совершенно один и молился. И я так хотел иметь то, что имеют эти люди, которые молились здесь. И когда я склонил колени, жена у меня была на работе, никого не было. и сошел Дух Святой. И я так же заговорил языками, знаете, и, извините за такое выражение, я три раза проверял. Первый раз молился, потом думаю, а вдруг не будет работать это. Я так выражался. Знаете? И потом, второй, третий раз. Все. Все так же. И такая благодарность, что я могу молиться языками, что я в этом нахожусь. И даже когда на следующий день пошел на служение, у меня опять вопрос, а вдруг сейчас все замолятся, а я так не смогу. Но когда замолился, все так же. Слава Богу. И до сих пор я благодарен Богу, что Бог не отнимает то, что Он дает. Он дает раз и навсегда. Слава Господу. Если только мы сами не откажемся от этого бесценного дара. Слава нашему Господу. Здесь написано, «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле?» Нет, говорю. Но о разделении. Иисус Христос, мы читаем раньше в тех главах, Его просили рассудить, разделить. Он за это не брался. Он не судил и не делил. Но в свое второе пришествие Он придет и будет это делать. Он будет судить, будет делить. И сегодня в какой-то мере это уже происходит. Разделение. Слава нашему Господу. И в чем же причина такая о том, что люди находятся под властью сатаны. Люди находятся во тьме. Чтобы обрести мир с Богом, необходимо лишить людей самоуспокоенности. Когда мы служили на Севере и я пытался донести вот это живое слово, чтобы жизнь людей как-то изменилась. Вы знаете, люди привыкли к тому, к чему они привыкли. Некоторые вообще не хотят ничего менять. Их устраивает то, что им передалось и то, что они в принципе, как Бог называет, невежды в слове, в вере и в этих вопросах. Но Бог стучится и хочет достучаться до этих сердец, чтобы их жизнь изменилась. Чтобы они раскаялись в своих грехах и получили спасение через веру в Иисуса Христа. Через эту жертву на Голгофском кресте. Слава Господу! И поэтому необходима такая задача привести их к покаянию, к вере и чтобы к спасению. Слава нашему Господу! Уже сама, знаете, попытка предупредить людей о положении в том, в котором они находятся, оно уже вызывает противодействие. Я сколько раз сталкивался, только начинаешь говорить, только человек что-то начинает касаться, знаете, другие лица стоят сразу против, начинают говорить свои доводы, начинают противиться, и таких моментов было очень много в жизни. И я думаю, в вашей жизни тоже самое это случается. И против Иисуса происходило то же самое. Давайте вспомним, и написано от Лука 11, глава 15, где говорили, что он изгоняет бесов силу Вильзевула, князя Весовского, да? В другом месте написано, что они хотели уловить Слове его, чтобы обвинить. Вот что-то не так скажет, бывает, у людей такое тоже есть, что-то не так скажет, чтобы уловить и обвинить его. В другом месте написано, что он исцелил в субботу. Что плохого, когда Иисус делал и исцелял, без разницы в какой день. Но почему-то им это не нравилось, почему-то именно в такие моменты они были против. Смотрите, получается им безразлична судьба этого человека, жизнь, несчастье, проблемы этого человека. 18 лет страдающая, сатана так сковала эту женщину, а он освободил в субботу. А когда еще освобождать? Выпало на субботу. Слава Господу! Но почему-то другие сразу возникают, высказывают недовольство, начинают говорить. Иисусу говорили, а что про нас говорить? Мы порой теряемся. Но вы знаете, мы должны понимать, что Иисус Христос принес это слово, которое может привести к разделению. И раз не все придут к покаянию и не возжелают спасения, то должно состояться разделение. Даже если это происходит в наших семьях. на это. И вы знаете, это не игра и никакие не шутки. Некоторые думают, что это, в принципе, разницы нет в этом никакой. Люди слепы и порой не видят вот эти вещи. Фарисеи говорят, что, и мы слепы? И мы слепы? Он говорит, если бы вы были слепы, то не было бы на вас греха. Но так, как вы говорите, видите, то грех остается на вас. И многие люди сегодня они не видят, они слепы. Бог хочет открыть им очи и показать, что человеку уготовано будущее спасения через веру в Иисуса Христа. То, что мы сегодня с вами и приняли. многие люди думают, что неважно, во что они веруют, неважно, в кого они веруют, нет разницы между добром и злом. Какая разница? И это хорошо, и это хорошо. И у некоторых даже стираются грани понимания добра и зла. И мы знаем, что так и происходит. Неважно, веришь ли ты благой вести или не веришь. И мне такое говорили. Неважно. Неважно, принимаешь ли ты Христа сегодня. или не принимаешь. Мы видим, что это очень важно. От этого зависит твоя будущность. И если сегодня кто-то есть, кто еще не принимал Христа, вы знаете, сегодня удивительная возможность обратиться, принять Христа как своего спасителя. Христос пришел, чтобы утвердить, принести и утвердить это разделение. И вот он говорит, как я вам зачитал, что не мир, но меч. Бог конкретно ставит вопросы. И как я сказал, если есть такое решение, человек принимает, то производит разделение, даже семья. Значит, так должно и быть. И мы с вами тоже обращаясь к Священному Писанию, мы понимаем, что это слово для нас. И куда действительно попадает благая весть, там может произойти разделение. Только я знаю намерение, которое имея о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не во зло, чтобы вам дать будущность и надежду. Мы порой не понимаем, что является для нас благом. И поэтому мы видим, что Иисус Христос являет такую милость. Вы посмотрите, как Он отнесся к народу израильскому. Ведь Он с них не спрашивал сразу. Он пытался до них достучаться. Он пытался им сказать. Но есть одно но. Пока не случилось то, что случилось на Голгофском кресте. Он сам себя принес жертву. Он пострадал, пролил кровь. Его прибили к этому кресту. Но то, что Он совершил искупление, то, что Он был прав, мы видим свидетельство воскресения Его. Бог воскресил Его из мертвых. Слава нашему Господу! И вот это свидетельство доказательства, оно играет против того, кто не принимает это. Теперь Богу есть что показать. Его Сын сам на себя взял наши муки, наши страдания. Он на себе испытал гнев Божий за беззаконие, за грехи. Это является свидетельством Бога против тех, кто не хочет в это поведение. А что еще нужно? Как еще можно доказать любовь к людям? Ну, как еще? Что должен еще Бог сделать, чтобы люди поняли, что Бог это делает из любви к нам. Слава нашего Господа! Поэтому я бы хотел сегодня молиться с вами о наших близких и родных. Те, которые, может быть, даже уже и поняли, смотрят в эту сторону, но по какой-то причине стоят на месте и не двигаются в этом направлении. Нам каждому охота, чтобы наши близкие так же уверовали, так же обратились и так же вошли в эту божественную семью. Бог усмотрел это. Большая благодарность за это. Слава Духу Святому! И поэтому давайте, ставши на ноги, помолимся и поблагодарим Бога за это. Бог за это. Я вновь не сплю, к Тебе молю, Спаситель мой, и с верой в сердце говорю, прибудь со мной. В себе я знаю, что ты здесь и жив, и свят. Но чтобы грешный мир спасти, ты был распят. И ты со мной, и я с тобой, отец и сын и дух святой. Ты триедин, мой господин, мой Бог. грехи простив, ты спас меня и в небо за собой маня, ты показал мне лучшую из всех дорог. Грехи греха, не замечал в пылу страстей, как ты в мучениях шептал там на кресте. Прости, муче, ты просил сквозь боль и кровь, как велика и как сильна твоя любовь. Ведь ты со мной, а я с тобой, отец и сын и дух святой. Ты триедин, мой господин, мой Бог. Грехи простив, ты спас меня и в небо за собой маня, ты показал мне лучшую из всех дорог. Ведь ты со мной, а я с тобой, отец и сын и дух святой, ты триедин, мой господин, мой Бог. Грехи простив, ты спас меня и в небо за собой маня, ты показал мне лучшую из всех дорог. Ты подарил мне лучшую из всех дорог. Отец и сын и дух святой. Аминь. Я на Бога возложил упопание на спасителя Христа своего нищету и боль души с покаянием я в слезах принес к престолу его. Мне под сенью Божьей все уютнее, я обея благодатным теплом, наружу и наслаждаюсь с минутами, проведенными в общении с Христом. Книги вечной нахожу утешение, в час рассветный сердце жаждет росы. Как мне дороги небес откровения, как умеет ободрить Божий Сын. Мне под сенью Божьей все уютнее, я обея благодатным тетатным теплом, наружу и наслаждаюсь минутами, проведенными в общении с Христом. Песни мира слух мой больше не радуют, суета земли к себе не влечет. Иисус не стал навеки отрадою, лишь Ему молюсь, тиши горячо. Мне под сенью Божьей все уютнее, я обея благодатным теплом, я благодатным теплом, наружу и наслаждаюсь минутами, проведенными проведенными в общении с Христом. Мне под сенью Божьей с Христом. Я обея благодатным теплом, я благодатным теплом, поражу и наслаждаюсь минутами, проведенными в общении с Христом. Проведенными в общении с Христом. Проведенными Святой людьми и святым сил с великой силою сошел, и чрез служение апостола он души Господу привел. Рассеянные чрезновения они учили о кресте. С великим сердцем безновения смерть принимали на кресте. в столь и святою в мир весь возле. С силой исполни нас и укрепи в борьбе. Действуй среди нас силу морей, Стойте, Святой Дух, и церковь пробудим. Когда же вновь землю оброчил, Раздался Божий злов опять, Пусть лучший дух святой, вот пробудим, Христами белым возвещать. Святой Дух может ли нас пробудить И дать нам силу свято жить? О, как нуждаемся мы в силе той, Развитем комы силы злой. Стойте, Святой Дух, Мир весь развеет, Силам исполни нас И упрямим в войне. Действуй среди нас, Силу нагни, Сойте, Святой Дух, И церковь пробудим. И церковь пробудим. И церковь пробудим. Много лет и много сил Я по жизни коресил, Не зная Господа, Гордостью своей больной Бежал по жизни как шальной По краю пропасти. И от никчемности устал, Я душу на кусочки рвал, А без исходности. И когда все потерял, Вот тут меня ты подобрал, Спасибо, Господи. Накормил и обогрел, Одежды новые одел, Душу взял мою, гудел, Настоящий дал друзей, И Божий дом любви твоей Стал церковью моей. Церковь моя, Большая семья, Хоть и все мы такие разные. И скажу мне, Это я, Жизни нет без тебя, Драгоценная церковь моя. Ты любовью своей Наполняешь меня Богом данная Церковь моя, Богом данная церковь моя. И скажу мне, Тая, Жизни нет без тебя, Драгоценная церковь моя. И плоды любви твоей, Души спасшихся людей, И жизнь наша новая. Благодарность и нечесть, Краеугольный камень здесь, На нем церковь основана. И не хочу я потерять Твою любовь и благодать, И в темноту опять. Давайте прославлять Творца, Пускай горят огнем сердца, А церковь молится. И не хочу я потерять Твою любовь и благодать, И в пустоту опять. Давайте прославлять Творца, Пускай горят огнем сердца, А церковь молится. Пусть молится. Большая семья, Хоть и все мы такие Разные. И скажу мне, Тая, Жизни нет без тебя, Драгоценная церковь моя. Ты любовью своей наполняешь меня Богом данная церковь моя. И скажу мне, да я, в жизни не без тебя, Драгоценная церковь моя. Слава Господу! Слава Господу! Я сейчас сижу и так внутри ловлю себя на мысли, и так мысль такая, праздник удался. Слава Господу! Слава Господу! Хорошо нам быть в его присутствии. Хорошо нам там, где Господь. Хорошо нам там, где Дух Святой, знаете, не стеснен какими-то обстоятельствами или нашим пониманием, разумом, мышлением, нашими сердцами, но имеет свободу, слава Господу! Вчера мы думали, ну, поедем назад домой, там проблемы одни, другие какие-то, и так все туда тянет. И уже вечером рассуждаю сам себе, ну, не можем мы пропустить праздник, торжества, победы Иисуса Христа. Но останемся от веры, вот прямо так, превозможим это небытие и останемся. Когда там семеро детей у нас дома, хозяйничают, что-то делают, ну, по милости Божией, там ничего не исчезнет. Поэтому да благословит Бог нас! Благословит Бог! Знаете, у меня на сердце прочитать место Священного Писания. Это второе послание Коринфской Церкви, вторая глава, где апостол Павел описывает, ну, фрагмент своего служения, фрагмент своей жизни. Это обычное письмо, письмо Коринфской Церкви, в котором он не имел цели вот что-то такое вот, знаете, вот нереальное или вот такое надутое, так, показать. Но он писал обычные вещи, обычные какие-то переживания, ситуации, потому что его цель была одна, чтобы дело Божие на земле, оно созидалось, чтобы дело Божие, оно распространялось. И вот я как-то обратил внимание вот на эти стихи. Вторая глава, 13-14, вот стих прочту. что, ну, даже 12-й, что он говорит, мы пришли вот в один город, который называется Траада, для благовествования о Христе. Вот они пришли в эту Трааду, чтобы говорить о Иисусе Христе, говорить слова жизни погибающему миру. И он знал, что ему, дальше пишут, что было отверстое, дверь Господом для проповеди Евангелия. То есть он понимал, что Бог идет впереди и все устрояет. Бог идет впереди и все созидает. И он пришел в этот город, знаете, обличенный таким вот такой властью Евангелия Иисуса Христа. И вот 13-й стих говорит, «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита». Знаете, я вот так обратил внимание, думаю, неужели апостол Павел тоже мог не иметь покой духу своему? Вот знакомо такое чувство, когда беспокойство внутри. Переживаем мы это или нет? Я, наверное, каждый день переживаю, да, тоже переживаю, там, как дома у меня, как церковь, как служение, то, что там, знаете, все это накапливается, накапливается. И вот Павел, он был такой же человек, такой же труженик, и он говорит, что мы пришли туда, и хотя Бог был с нами, но вот состояние такое пришло в сердце, но нету покоя духу. Беспокойство. И вот можно вот рассудить, какой труженик, если нету покоя? Как можно что-то делать, когда нету мира, когда нету уверенности, нету твердости, нету, знаете, какое-то такое основание, что для труда, беспокойство внутри. И он говорит, вот я пришел, и нету там этого брата, и все, я понял, что я один. А может, он надеялся на помощь, но, простившись с ним, я пошел в Македонию. И вот 14 стих говорит, но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Слава Господу, что есть Бог. И Павел знал тоже об этом, что Бог не оставит. И он говорит, несмотря на то, что нету покоя духу моему, нету брата, нету помощи, может быть, я один остался, но есть Бог живой. В любых обстоятельствах жизни твоей и моей, который не опаздывает, который не где-то в стороне остается, но он всегда приходит вовремя. И не просто приходит, чтобы, знаете, как-то тебя пожалеть, чтобы дать какое-то тебе наставление, утешение, но Павел говорит, я благодарю Бога, что в любой скорби, в любых трудностях и обстоятельствах Бог дает, что делать христианам, какое переживание испытывать. Написано, дает нам торжествовать во Христе. Слава Господу, что Бог не просто нам посылает какое-то чувство или мысль, но Он тебе и мне в этот момент дает пригласительный на свое торжество. Слава Господу. Тебе и мне Он открывает дверь и говорит, да, тебе трудно, но это не твое место. Твое место рядом со мною, на моем торжестве. И вот слово торжество это больше, чем просто праздник, радость или еще что-то. Торжество это же нечто особенное. Это празднование какой-то победы, какого-то знаменательного события. Это удовлетворенность сердца. Это радость неизреченная и преславная. И сегодня Бог дал церкви своей быть на своем торжестве. Дал тебе и мне мертвому по преступлениям и грехам, недостойному находиться рядом с ним одесную, за его столом, на его пире, на его торжестве. Независимо, какое бы беспокойство не было внутри тебя, вызвано обстоятельствами. Независимо от того, как бы враг на тебя сегодня не пытался давить мыслями или еще чем-то. Знай, что в этот момент твое место рядом с Иисусом Христом. И Он дает это. Это не наша часть. Это не мои какие-то усилия. Написано, Бог дает. Слава Господу. Бог дает тебе и мне. Бог дает тебе и мне право сегодня испытывать торжество во Христе Иисусе. Написано, второе место я прочту, Священного Писания. Это послание еврейской церкви. 12 глава. И здесь сказано, «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». Смотрите, оказывается, характеристика церкви Иисуса Христа, того места, к которому Бог нас призвал, быть соучастниками Его славы. Это не просто принять Христа сердцем и оставаться, вот приходить по воскресеньям на собрания. Это не просто вот какой-то вести религиозный образ жизни. Но Бог говорит, что мы приступили, мы вошли в такую сферу жизни, где мы стали частью или причастниками этого торжествующего собора. Торжествующего не от того, что у них в жизни все гладко и хорошо, не от того, что устрояется все вокруг и хватает, знаете, материально все обеспечено, а потому, что в любых обстоятельствах они знают, где сила и победа. В любых обстоятельствах жизни они знают, что Бог рядом, чтобы дать тебе торжествовать в победе своей, чтобы дать тебе справа не унывать, не сомневаться, не разочаровываться. Но, написано, качество церкви это собор прежде всего, собрание не унылых лиц, не спящих и дремлющих, не робщих и недовольствующих, а каких торжествующих в имени Иисуса Христа. Слава Господу! Сегодня на этом месте Дух Святой, Он напоминает нам, куда Он нас призвал, к чему Он нас призвал и к чему Он нас готовит здесь на земле. И поэтому апостол Павел шел, благовествуя, даже когда он оставался один, он знал, что он прославит Бога, что Бог не оставит и будет рядом. И вспоминая фрагменты Священного Писания, оно наполнено такими свидетельствами, где в жизни людей верующих, уповающих на Господа, Бог являл свою славу. И вот одно из мест, когда Павел и Сила были избиты, закованы в эти цепи, колоды, брошены в подвал и ожидали суда на утро, знаете, там было над чем подумать и от чего унывать. Там было вот на что посмотреть, на вот видимыми глазами раны, побои, все, нету никаких дальше перспектив, все кончилось, завтра суд и возможно казнь, знаете, но благодарение Богу, и Павел знал, где вот победа и выход. Независимо от этих цепей, побоев и унижений, они стали к Богу направлять свой взор, стали славить Господа, стали молиться и написано «Слава Христа, она наполнила то место и они освободились». Знаете, мы читаем послание Иуды, там написаны такие слова, апостол Иуда говорит, что проблемы пришли в церковь, многие вкрались туда и делят церковь, и будоражат ее, и производят всякие соблазны, ереси, он пишет это послание свое короткое и характеризует этих людей очень такими жесткими сравнениями. И знаете, справедливо было сделать в конце такой призыв, послание, что вы возлюбленные, давайте как-то противостойте, наведите порядок, еще что-то сделайте, но он говорит, но вы возлюбленные, как будто ничего не происходит вокруг, он говорит, но вы возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, ожидайте милости от Господа для вечной жизни. И знаете, он говорит, вы не оставляйте свою позицию, вы не искушаетесь этими проблемами, но вы останьтесь в присутствии Бога, останьтесь исполненными Духа Святого. И обратная сторона, если я оставляю жизнь в Иисусе Христе, торжество в Иисусе Христе, то в мою жизнь обязательно придут проблемы, обязательно придут какие-то трудности, но он говорит, а он призыв умоляет их, вы возлюбленные, назидая себя на святейшее вере, молясь Духом Святым, ожидайте милости от Господа, Бог сам там разберется, не надо воевать, не надо там что-то пытаться противопоставлять, Бог вступится, если вы останетесь верны пред лицом Его. Еще одно место я хотел привести из Священного Писания, это тоже послание евреям здесь сказано, 10 глава, 34 стих, апостол Павел говорит, ибо вы и моим узом сострадали, обращаясь к верующим, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Мы читаем вот об эти такие свидетельства, и для нас может непонятно, но вникнув вот смысл этих слов, что эти люди, когда у них пришли и просто забрали все, выгнали на улицу, и их реакция, они принимали это с радостью, не с маской радости, но с радостью настоящей, они радовались, когда у них забрали имущество, дома, машины, может выгнали их, почему, где источник этой радости, они знали, что у них на небесах есть имущество лучшее и неприходящее, и как хорошо, когда я знаю, что есть у меня на небесах, как хорошо, когда я, знаете, исполняюсь этим торжеством, той жизни, которая во Христе Иисусе мне предназначена, уже на земле, я вкушаю эти силы будущего века, я вкушаю и живу небом торжество во Иисусе Христе, и вот они знали, что есть у них имущество, они знали, что есть там то, что никогда никто не сможет похитить, и когда у них забирали, знаете, они искренне радовались и говорят, Господи, благодарим Тебя, что скоро мы придем к себе домой, поэтому благословит Бог нас сегодня, никогда не забывать, кто мы есть во Христе Иисусе, и если сегодня у нас в сердце, каждый день бывает беспокойство, уныние, и руки опускаются, и трудности, это земная жизнь, мы от этого никуда не денемся, но у нас есть Бог живой, который вчера, вовеки и сегодня тот же, тот же Господь, который был когда-то на земле сегодня Духом Святым здесь, и та победа во Христе Иисусе в Духе Святом, уже в наших сердцах свидетельствует, что мы дети Божьи, что мы народ особенный, что мы люди, которых Бог избрал к вечной жизни, да благословит нас Бог, поэтому не будем инывать, это не наше место, это не наше состояние, наше место в присутствии живого Господа, поэтому обратимся к Нему в молитве, пусть Он нас в этом созидает.